Мадрид. Вечер. Я, как обычно, возвращаюсь домой на метро. Обычное дело для меня. Сесть на метро, доехать до работы, вечером обратно. Местные компании любят брать иностранцев, поскольку испанцы довольно-таки ленивые люди с постоянной сиестой. А мы? А у нас такого понятия нет. Вот мы и пахаем по восемь часов, по десять, по двенадцать. А у них бесконечная сиеста. Так было и в тот день. Я, как обычно, зашел в метро, чтобы доехать назад домой. Ничего не предвещало беды. Обычный поезд метро. Обычный вечер. Традиционно много народу. Наконец, к платформе подъехал мой поезд. В нем было слишком много народу, поэтому я не стал в него садиться, решив дождаться следующего. Я прождал минуту-другую, а моего поезда все не было и не было. Я уже даже было пожалел, что не сел в предыдущий состав. И вот, наконец-то, к платформе прибыл мой долгожданный состав. Все было как обычно. Однако, вскоре, когда мы въехали в туннель, началось странное. Вокруг состава появилось какое-то свечение, и это свечение не было туннельным. А потом, когда мы ехали сквозь туннель, неожиданно возникла станция, о которой я не знал. Станция, которую никто не видел ранее. Из ее арок доходил свет. Просто яркий свет, что было очень странно. Люди прильнули к окнам, чтобы ее рассмотреть. Но станция неожиданно исчезла. А мой состав прибыл на следующую. Люди переговаривались друг с другом насчет увиденного. Но после быстренько забыли об этом событии в своих рутинных проблемах. Но я, если честно, не забыл. И, пользуясь свободным временем, решил проверить информацию. И тут оказалось, что когда-то давно здесь, при строительстве станции метро, погибли рабочие, а станцию отменили. Но каким образом никогда не существовавшая станция вдруг материализовалась из ниоткуда, для меня загадка. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...